Доброе утро, дорогие друзья! Доброе, добрейшее утро! Шалом, банджур, хеллоу! И мы продолжаем изучать тему, которая называется Лашон Ара, злоязычие. Мы продолжаем изучать тему, книгу, которая называется Шмирата Лашон. Видите, если у кого-то будет вот такая книга, Шмирата Лашон, это сохранение языка. Написал ее великий мудрец, которого назвали Хафетскаем. Вернее, книга называется Хафетскаем, жаждущий жизни. Жаждущий жизни, и по этой книге назвали его Хафетскаем. И книга говорит нам о чем? О сохранении языка Шмирата Лашон, как говорить, не нарушать заповеди Всевышнего с помощью разговора. И мы сейчас начинаем изучать Аллахот, законы. То есть вся Тора, она состоит из мировоззрения, да, назовем это так. Вот вообще человек живет в мировоззрении, да. Вот Кроха сын к отцу пришел и спросил Кроха, что такое хорошо, что такое плохо. То есть Крохе сыну отец должен передать мировоззрение глобальное, да, вот где он вообще находится в этом мире. Раньше Крохе сыну рассказывали, что он находится на плоской земле, которая стоит на трех китах. Потом они рассказывали в другом месте, что стоит земля плоская не на китах, а на черепахах. А черепаха на черепахе, а черепаха на черепахе. Я слышал известный вопрос, когда одна спросила, женщина говорит, ну хорошо, а та черепаха на какой? А та на другой черепахе. Ну а что там внизу? А он говорит, а что внизу? Черепахи до самого низа. То есть черепахи идут до самого низа. Какого низа, если все время черепаха на черепахе? В общем, каждый человек живет в каком-то мировоззрении. Это глобальное. Теперь и каждый человек живет в ежедневных решениях, что делать в следующую минуту, как поступить. Вот конкретно, проснулся ты утром, что делать? Зарядку. Какую зарядку? Такую, такую или такую? У тебя завтра сделал, вчера сделал какое-то упражнение, бах, у меня спина выскочила. И как, что сказать, что из-за зарядки она выскочила, так что не делать зарядку. То есть каждый человек живет в таких вот детальных, детальных, маленьких действиях, которые в иудаизме называются Аллахот. Аллахот это как ты идешь, законы твои, Аллахот. И, значит, законы эти, они, если их соблюдать, эти Аллахот, тогда жизнь прекрасна. Жизнь прекрасная, она правильная. То есть вот эти вот законы, они продуманы до мелочей, да, как чек-листы. Интересно, вот в хороших компаниях, что значит хороший бизнес, да? В хорошем бизнесе у них отлажены все бизнес-процессы. Все бизнес-процессы, все детализировано, все очень четко. Это называется хороший бизнес. И там есть по каждому аспекту деятельности, есть должностные инструкции, чек-листы, как надо делать, как не надо делать и так далее. И вот когда мы изучаем законы, в Торе вот этот сборник главных законов, он называется шелха на рук, накрытый стол. Его 500 лет назад написал Равьосов Каро. И там прямо вот от момента просыпания, что ты должен подумать, когда проснулся? Что ты должен сказать первое, когда проснулся? А если тебе твое злое начало внутри сказало, что не надо вставать, что ты должен сделать в этот момент? О чем ты должен подумать, чтобы убрать голос этого злого начала внутри, который звучит и говорит тебе, спи дальше, спи дальше, ты еще не выспался там и так далее? То есть это называется набор законов. Человек может сказать, я не буду соблюдать законы. Я не буду. То есть у каждого человека есть право соблюдать закон или не соблюдать. Кто-то, например, хочет ходить на красный свет. Имеет право, он же человек. Единственное, что если он выбирает себе ходить на красный свет, он себя ставит в ситуацию постоянной опасности. То есть за ним начинают сразу наблюдать полиция, которая следит за тем, что вы соблюдали законы. И он себя ставит в опасности, что когда-нибудь его может, не дай бог, сбить машина. Потому что он себя ставит в ситуацию, когда он выходит на дорогу, по которой ездят машины. То же самое мы сейчас начинаем изучать Аллахот Лашонара и Сурей Лашонара. Законы запретов Лашонара. То есть мы изучили в предисловии 17 запретов и сторы, запрещающих заповедей, которые нарушаются при произнесении Лашонара, и 14 повелевающих, и 3 проклятия, а иногда 4. Теперь, сейчас мы идем вот конкретно, сейчас мы изучаем конкретно, как эта штука работает. Значит, сегодня мы изучаем первое у нас, первое правило. Правило номер один, оно состоит из 9 подпунктов. Значит, в этом правиле нам сейчас объяснится, что такое рассказ вот этого злоязычия. И что его нельзя говорить ни намеком, ни письменно. Многие могли бы подумать, что можно написать. Я же не говорю Лашонара, я напишу. Нет. И письменно тоже нельзя. И какая за это величина наказания, и особенно тем, у кого это стало привычкой, кто это делает не разово, а у кого это стало постоянным таких их методом разговора. И здесь будет нам сказана награда того, кто сохраняет себя от этого горького очень греха. И еще тут будут разные нюансы. Итак, первое, Алик. Значит, запрещено рассказывать бы гнут хаверо. Гнут хаверо это вещи, которые гнут, это гнать, гнать, смотрите, как похоже, да, то есть нельзя гнать на ближнего. То есть, которые гонят на него, которые на него позорят его, да, гнут это, когда ты рассказываешь что-то, что его позорит, унижает. В общем, по-русски это такое слово, я теперь понимаю, откуда оно. Гнут хаверо это на иврите, а гнать это по-русски, да, нельзя гнать на ближнего. Даже если это Эмед Гамур, даже если это истина стопроцентная, нельзя на него гнать все равно. И это называется языком хазаль. Хазаль это такое сокращение хахамейну зихранам левраха. Мудрецы наши, упомянутые к добру. А я когда начинал только учить Тору, я думаю, кто это такой? Все время говорится, как говорил хазаль, как говорил хазаль. Я думаю, кто это? Наверное, самый главный мудрец, его зовут хазаль. Я вначале не понимал, а потом мне сказали, что это сокращение хахамейну, мудрецы, упомянутых к добру. Хазаль это общее такое название древних мудрецов. Так вот этот вот, который говорит Лошонара на ближнего, вот этот вот рассказ, он называется, он и называется злоязычие. То есть, когда один говорит про второго, что-то позорищее второго, это злоязычие. А если есть в его рассказе примесь обмана, то это, и от этого обмана еще больше позорится ближний. То есть, он думает, я сейчас украшу свой рассказ, я сейчас про него рассказываю гадости какие-то, но я сейчас еще добавлю, что он его не только ударил, он еще и плюнул на него. Ну вот, вот это плюнул на него, а он не плюнул. Но это для красоты рассказа добавил, это уже переводит его в разряд Монсишемра. То есть, он на него выдумывает плохое имя, и его грех больше, еще больше. То есть, тот, кто рассказывает правду позорящую, это очень плохо, это вообще страшный грех. А тот, кто еще добавляет к этой правде еще и лжи, то это еще больше. Значит, тот, кто рассказывает, он нарушает запрещающую заповедь, не ходи сплетником в народе твоем. И еще это и сплетни тоже. То есть, это злоязычие сплетни. Второй пункт. Ну, что он пишет, что когда в этом запрете, это не думайте, что это один запрет, мы уже учили, что тут очень много запретов нарушается, нарушается в этом злоязыче, очень много запретов и так далее. Теперь дальше, в третьем пункте, я не буду полностью все зачитывать, я буду те вещи говорить, которые максимально, как бы, суть, потому что иначе мы эту книгу будем учить в ближайшие 10 лет. Сейчас чуть буду сокращать. Он говорит, это если иногда сказал, то он нарушил, нарушил. Но если человек, значит, он этим занимается постоянно. И у него есть такие люди, которые вот, ну, как дела? Ой, ты знаешь, плохо, потому что, вот ты знаешь, там, Серега то-то-то, президент то-то-то, это то-то-то. А сейчас я тебе про вот этого расскажу. Вообще-то, просто, вообще. И это называется Балий Лошонара. Это называется люди-злоязычники. Есть такие люди, которые просто злоязычники. И их грех, он тогда еще больше. Почему? Потому что, так как они, особенно если они знают уже об этом, то, то они становятся, как тот, кто отрицает всю Тору. Потому что тот, кто, это очень важная часть. То есть, это, можно сказать, важнейшая часть Торы не говорит злоязычие. То есть, это, ну, это, как бы, знаете, как сказать, сущность. Да, вот есть в каждом, в каждом есть деле, какая-то сущность этого дела. Так вот, тот, кто в Торе, так как спрашивали, например, Раби Ативу, да, спрашивали великого мудреца, одного из самых великих мудрецов за всю историю. Скажи, какая заповедь главная в Торе? Он говорит, главная в Торе заповедь возлюбить ближнего, как себя. Спрашивали Гилеля, был такой тоже великим мудрец, который, ну, вот, это именно такие, знаете, как, там, Лявделя, это как Исаак Ньютон и, там, Эйнштейн, Физити, да. То есть, такие прямо. Спрашивали Гилеля, какая главная заповедь в Торе? Он говорит, то, что ненавист на тебе, не делает другому. То есть, если это основа Тора, если это фундамент, то тот, кто говорит злоязычие, то он разрушает фундамент Торы. И поэтому говорит Хафицкаем нам, что тот, кто баль на шонара, тот, кто все время это говорит, тот, у кого есть эта привычка, эта черта, он нарушает всю Тору, такой человек. И, значит, и что тогда? И что тогда? Сейчас мы дальше узнаем, что тогда. Сказали мудрецы, четвертый пункт, о таком, да? Что есть три греха, за которые у человека прямо спрашивают с него в этом мире, за эти три греха. То есть, берут с него оплату в этом мире. И он лишается доли в грядущем мире. То есть, он лишается того, ради чего идет вся борьба в этом мире. То есть, раньше вся борьба шла за то, чтобы выжить. Просто в этом мире человек выживал, но он знал, что если я пройду вот свой короткий жизненный путь, раньше люди жили очень мало, там, 40 лет, 50 лет. Умирали на каждом шагу, умерли вот так вот, как мухи. Голод, эпидемия. То есть, не было ни одного поколения, чтобы не было, я говорю про древний мир, который бы не пережили, например, там, за свою жизнь, за эти, там, 25-30 лет, обязательно были периоды голода. И вот, представляете, там, в этом году не уродилось, и что будем делать? Они смотрят, а у них такая, знаете, у них это, вот земля посохшая, нечего кушать. А зимой что будем кушать? А, это сейчас мы привыкли, зима, есть одежда, есть отопление, есть все. А раньше зима, все, ни одежды, ни отопления, там, ну, то есть, сейчас эпидемия, эпидемия вот этого вот коронавируса, там, все страны закрыты, страхи, вообще ужас. А раньше, еще 100 лет назад, 18 миллионов человек в Европе умерло от этой испанки, да? И еще совсем недавно не было пенициллина, не было антибиотиков, и поэтому любая, любая, вот, там, загноение, все, до свидания, умер. Воспаление легких, все, прощайте. Ребенок закашлялся, ну, все, значит, туберкулез, все, умер. 50% детей не доживали до 5 лет. То есть, раньше люди жили в этом мире, жили в огромном, постоянном страхе, страдании, близкой смерти. Они видели смерть, вот, ребенок, например, маленький, там, к 5 годам видел уже 50 трупов минимум. То есть, вот, к 5 годам 50 трупов. Потому что, ну, а как он мог жить? Вокруг не было, вы представляете, раньше же не было ни пенсии, вообще никаких пенсий, ни социального обеспечения, ничего. И люди, которые старики какие-нибудь, одинокие, при родах умирали, там, вообще, на каждом шагу. И он, значит, смотрит, тут идет, вышел на улицу погулять, там бабушка умерла, там дедушка валяется какой-нибудь. То есть, люди совершенно жили в страхе вообще в таком. И они надеялись, что я хотя бы уже умру, так я попаду в хорошее место. То есть, у меня уже после смерти будет хотя бы все хорошо, хоть отдохну. Ну, теперь, говорит, говорили мудрецы древние, да, он приводит, что за три преступления человека, как бы, идет расплата в этом мире. И нет у него доли в грядущем мире, он теряет свою долю в грядущем мире. Значит, и какие-то? Первая этапа до зора, идолопоклонство. То есть, человек, который служит идолом, а не Богу, все, потерял. Значит, он Богу, Создателю, Творцу мира не служит, служит каким-то там идолом. Значит, у него и в этом мире будет плохо, и в будущем тоже. Второе, делуя райот. Делуя райот – это разврат. Разврат – это внебрачные и внеустановленные отношения, да, связи. И кровопролитие. И дальше они добавляют. Злоязычие против их всех. То есть, за злоязычие человека спрашивается в этом мире, и, значит, и не будет у него доли в грядущем мире. И это понятно. Потому что злоязычие, вот, если вы вспомните свой жизненный опыт, я вспомню свой жизненный опыт, то первое, что возвращается человеку, это его плохие слова на других людей. То есть, это моментально возвращается. То есть, критикуешь даже, ты прав на 100%, как ты можешь, там, детей критикуешь. Как дети реагируют? Обижаются. Взрослые, как реагируют? Обижаются. Говоришь человеку, да ты опоздал вообще на встречу. А он на тебя обижается. Вчера у меня был один, ну, встречался с ним знакомым. Он говорит, вообще, вот, за последнее время человека три на меня обиделись. Он говорит, вообще ни за что. Я вообще не хотел их обидеть. То есть, я сказал какую-то там простую вещь, какую-то сказал, и человек перестал со мной общаться вообще. Но, опять же, с его точки зрения, это может быть простая вещь, которая была абсолютно правдивой. Это человек, кстати, религиозный и очень остерегается от лошанара. Просто я на этом примере хотел показать, что слова, которые обижают другого человека, они работают сразу. То есть, это то, что в этом мире, это не то, что человек ест некошерную еду. Он ест некошерную еду, он не видит результата. Хотя, опять же, бывают случаи, у меня там было несколько знакомых, которые начинали, когда соблюдать заповеди, и у них начиналась аллергия на некошерную еду, вплоть, что они чуть ли не умирали. Они попадали в реанимацию от некошерной еды, хотя до этого всю жизнь ели некошерную еду и не чувствовали вреда. Но, когда они начинали соблюдать там шаббат, уже начинали соблюдать заповеди и поднимались на духовный уровень, то на них эта некошерная еда начинала влиять очень-очень прямо сразу. Теперь, но обычно некошерная еда не влияет. Есть люди, которые нарушают шаббат, не влияют. Но Ла Шонара влияет сразу, это то, что здесь вот подчеркнул Хаффетсхайм, что сразу же в этом мире идет отдача. И, значит, он говорит так, что почему же так жестко Всевышний относится к этим болей Ла Шонара? Потому что они как бы пренебрегают всей Торой. И вся Тора базируется вначале на вот этом вот быть добрым, быть человеком, а потом все остальное. Если они пренебрегают вот этой вот главной, фундаментальной, корневой заповедью в Торе, то, конечно, отдача идет сразу. Значит, теперь, вот сейчас мы сегодня на этом пункте закончим. Пятый пункт. Он очень, это же законы, и Хаффетсхайм рассматривает такой закон. А если, говорит, кто-то ему говорит, слушай, я тебя прошу, ну вот расскажи мне. Я слышал, что ты знаешь эту историю про него, которая там, как его там откуда-то выгнали, как он с кем-то подрался, или как он кого-то обидел. Ну, что-то, что входит в Ла Шонара, то есть, и один просит другого. Слушай, ну я уже слышал что-то, ну ты же был там свидетелем, ну расскажи. И тот думает, ну все равно он уже знает. Раз он меня просит, значит, может быть, можно ему рассказать. Хаффетсхайм говорит, нету разницы в запрете этого рассказа, даже если он просит тебя рассказать. Если он тебя уговаривает рассказать, все равно Асур, все равно запрещено рассказывать. Значит, и даже он пишет, даже если папа или Рав его, которого человек должен почитать, и он просит его, значит, рассказать Ла Шонара, значит, нельзя рассказывать. Нельзя рассказывать. Значит, Асур лоли шму алаем. Нельзя ему их слушать, даже если они его уговаривают, расскажи Ла Шонара, наруш Тору нельзя. Потому что, когда речь идет о нарушении Торы, то там отец или мать просят, вот, наруш, нельзя. Рав просят, наруш, нельзя. Понятно, да? Это очень интересно. Хорошо, значит, мы сегодня пять законов выучили. И будем, я надеюсь, остерегаться, остерегаться очень сильно, говорить позорящие вещи, говорить, слушать, а что делать. И вот тут у человека освобождается очень много времени, потому что как раз вот в псалме написано Сур мира, отодвинься от зла, ваосетов, и делай добро. То есть, когда ты не занимаешься злом, то тебе тогда по-любому освобождается очень много времени, и ты не можешь его, а чем заниматься-то? И вот ты вместо этого поучишь какую-то книгу, ты в эту такую книгу Торы, Тора же, она безгранична, там столько всего. Подготовишься к Песоху, сейчас подготовка идет к Песоху. Можешь заняться спортом, можешь заняться помощью другим людям, можешь что-то хорошее рассказать. То есть, когда ты отодвигаешься от зла, сразу же, сразу же делаешь добро. Все, удачи, успехов, всем хорошего, прекрасного дня, хорошей недели, и растем духовно, прям чувствую. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok